Всем привет! Ну что, продолжаем приключения в Дэд Винланде. А на этот раз у нас вроде бы спокойный день. Правда, у Эрика очень все плохо с депрессией. Он уже там готов на себя ложить руки, поэтому надо аккуратнее с этим как-то работать. В лагерь я его даже боюсь как-то отправлять, потому что у него, возможно, начнутся новые угрызения совести, поэтому поставим его, пожалуй, на воду. А все остальные уже нашли себе какую-то работу. Жену я поставил на создание лавки травника. Но вообще, в принципе, можно было бы даже и... А, сделать не лавку травника, а, например, что у нас есть? Лагерь сбора фруктов. Правда, боюсь, он также будет давать уныние, что для нас, конечно, не очень желательно. Поэтому, да, лавка травника вроде бы звучит не так плохо. Плюс мы потом можем сделать себе сад. А семена нам как раз-таки понадобятся для этого. Чисто, если так исходить из логики. Хотя, если смотреть, то там довольно много ресурсов требуют следующие постройки. Подсказать много полезного. Целебные растения, коноплю, семена овощей. Ну, даже и не знаю. Можно было бы, конечно, и охотничий лагерь сделать. Ловушки. Звучит как что-то неплохое для нас. Плюс у них есть 85% вероятности повторного использования. Мы можем засолить некоторое мясо. Хотя у нас нету соли, но все же. Можем даже скармливать постоянно собаки его. Кстати, я нашел такой момент, что у нас сейчас все еще пишется, что всего 4 персонажа, как было и в начале. То есть собака за компаньона не считается. Значит, что мы сможем набрать еще дополнительных членов отряда себе. Сумасшедший берсерк. Исследование. Зов охоты. Рыболовство плюс 5. Минус 5. И охота плюс 10. Стальная кожа. Либо уменьшение голода. Слушай, ну, если она будет меньше голодать, то, в принципе, это очень даже неплохо. Хотя, с другой стороны, охота... Нет, с охотой у нее совсем все плохо. Даже не стоит пробовать. А вот исследование... Да, можно было бы, конечно, попробовать. Вот, у нас исследование 38. Хотя с выносливостью у нее... Все не очень хорошо. У нее еще какая-то болезнь есть. А, нет, нет, нет. Это просто модификатор болезни. Исследование 38. Слушай, ну... Тут либо исследование, либо уменьшение голода. Но вообще, в принципе, голод... Тут все будет упираться, скорее всего, в голод, поэтому давай, наверное, уменьшим ей голод. Ну, я имею в виду, в дальнейшем, скорее всего, с едой будет не очень хорошо. Поэтому, наверное, лучше сейчас начать как-то об этом заботиться. Так, что у нас тут еще есть? И мы так не выбрали постройку. Слушай, ну, я уже как-то сомневаюсь в лавке травника. Может быть, все-таки сейчас лавка... Лагерь сбора фруктов у нас позволяет изготавливать фруктовый сок. Хотя что именно он делает, я не понимаю. Лавка охотника. Сейчас посмотрим, где у нас он тут был. Палатка целителя. А вот охотничий лагерь. Но он будет довольно долго создаваться. Это, конечно, как минус. Плюс есть возможность получить какие-то ранения. Поэтому даже, конечно, не знаю, стоит ли это дело. Хотя в дальнейшем мы, смотри, можем получать какой-то мех. И даже можем отправлять охотиться двух человек. Хотя также можем заниматься и рыбалкой. Давай, наверное, скорее сейчас попробуем. Так, котел. А, смотри! Позволяет одному персонажу заниматься готовкой. Позволяет делать соль. Вот она, где, оказывается, делается-то. Блин! Так, и что ты еще можешь делать? Ужасное блюдо. Слушай, ну... Это очень даже неплохо. Единственное, что, конечно, тут для котла нужен камень. А для камня, наверное, требуется... Требуется шахтерский лагерь. А, да, видимо, нам придется все-таки тогда делать шахтерский лагерь. Ладно, ладно. Нам нужен камень, как-никак, поэтому... Да, давай посмотрим, что из этого выйдет. Кстати, я тут поблизости видел нечто интересное. Смотри. А, вот у нас плавающий сундук. Можем попробовать осмотреть вблизи. Вы вытаскиваете ларь на берег и осматриваете его. На ней сундука вырезаны мелкие руны. Там говорится, похорони меня. Смотри-ка. Мы можем попробовать его, конечно, где-то закопать. Но, к сожалению... Усталость ранения. У Эрика не самый большой показатель сейчас. Давай, наверное, подождем и потом уже вернемся в это место. Что у нас еще есть такого? Так, мы сейчас исследуем вот это вот место. Хотя можно было бы, на самом деле, потом в дальнейшем сюда пойти. Жалко, нельзя поставить второе место на исследование. Он в случайном порядке начинает. Если я исследовал первое, переходите. Так, ну и собака у нас... Ей можно, конечно, скормить ужасное блюдо. Но... Давай попробуем. Пускай она, наверное, отдохнет. И после мы, скажем, ей поиграть с Эриком. Надеюсь, хотя бы она сможет его успокоить. Ладно, давай посмотрим, что из этого получится. Так. Немножко дерева. Немного веревок. Камни. Тухлятина. Ну, подойдет к нашей наживке. Так, смелость плюс один. И плюс четырнадцать к унынию. Это... Конечно, не очень хорошо. Вы забрали все необходимое с места крушения вашего старенького дракара. Последняя частичка памяти, связанная с вашей прошлой жизнью, превратилась в незрачный, прогнивший кусок древесины, разносимый в неведомом море. Вы больше не можете обыскивать место кораблекрушения. Так. Немножко кровеслу. Отлично. Мы начали создавать шахтерский лагерь. Ну, за следующую как раз-таки попытку мы его достроим окончательно. Так. И у нас отдохнула собака. Отлично. Так, что у нас нашла кари? Так, она исследовала лес. И перешла на побережье. Так, ну что же. Давай тогда... Фу, что с вами делать? 75 у тебя в депрессии. Да, конечно, не самый лучший у нас тут. Так, проверить статус. Давай-ка, поиграет все-таки она с Эриком. Пожалуйста, успокой его. Я тебя прошу. Так. И потом в дальнейшем, если у нас будет, конечно... Если у нас будут какие-то кости, то мы сможем изучить что-то, что увеличит его действия. Ну, я имею в виду, что если мы поставим его на игру с Эриком, то он отдохнет побольше. Так. А где? А, точно. Место крушения корабля у нас полностью собрано. Так. Кари, конечно, устала довольно сильно, но все же... А, смотри, она перешла все-таки на область, которую я хотел как раз-таки исследовать. Так, ладно. Конечно, тут все устали. Давай, наверное, поставим на создание... Сейчас. У Эрика раздроблены пальцы, поэтому не вариант его ставить на создание. Давай тогда посмотрим, как у нас будет справляться Мойра. У нее все равно нет работы, а депрессию создания предметов не прибавляет. Так. Ну и да, пока что у нас... Женушка отдохнет. Горное дело минус 5 и лесничество плюс 10. Слушай, учитывая, что мы создаем сейчас карьер, я даже не знаю, где у тебя горное дело. 24. А лесничество 36. Слушай, ну в принципе, размен неплохой. Зов привлекательности. Смелость минус 5 и обаяние плюс 10. Слушай, ну у нее обаяние просто ужасно большое. Смелость. Что у нас делает смелость? Скажи мне, пожалуйста. Увеличение показателя уныния во время использования места крушения корабля. Либо мы могли бы взять готовку. Вроде бы готовка у нее... Да, тоже довольно высокая. Хотя я даже и не знаю, стоит ли. Тут либо обаяние, либо голод. Ой, то есть голод. Готовка. То есть... Шанс понизить уныние при использовании таверны тоже повышается. Так, ну... Давай еще подумаем. Ну смотри, минус 50% к росту опыта готовка. В принципе, это не так уж и плохо. Хотя и обаяние получить дополнительно тоже было бы нам... По крайней мере, не помешало бы. Ну, у нее обаяние самое высокое. Больше ни у кого такого нету. Так что... Слушай, давай, наверное, максимально сделаем. Почему бы и нет. Так. И... Больше у нас никто уровень не получил. Нет, нет, никто. Так, смотри-ка. Хроническое заболевание. Давай, наверное, все-таки попробуем вылечить ее. У нас как раз-таки была настойка. Церепный настой. Шанс избавиться от случайной черты, связанной с заболеваниями. Ну, либо... Да, да. Давай попробуем. Черта излечена. Отлично. И, наверное, стоит снять себе немножко болезней. Оп. Отлично. Что у нас еще тут есть такого? Дурно пахнущее зелье. Минус болезнь плюс голод. Ну, в принципе размин неплохой. Так, смотри-ка. Вообще, можно было бы попробовать снять пивом уныние, но я, наверное, предпочту сделать сначала нам таверну, если, конечно, нам хватит материалов. Да, хватит. Она довольно дешево стоит. Постой. Так, а мы же делали, получается, да, шахтерский лагерь. Пускай она, наверное, его продолжит делать. хотя, я вряд ли туда сейчас куда-то отправлю их на шахты, но это было бы с моей стороны глупо, потому что они сейчас скорее руки на себя наложат. Давай попробуем сделать таверну. конечно, они будут ее довольно долго строить, но я думаю, дело того стоит. Либо мы могли бы попробовать вылечить Эрика. Сколько у него еще будут раздроблены пальцы? еще один день. Слушай, ну, можно было бы подождать, я думаю, ничего не случится. Так, собака у нас поиграет с Эриком, Харри у нас ищет в новых местах что-то интересное. Ну, в целом, да, давай посмотрим, что из этого выйдет. Так, уныние всего лишь минус 4, серьезно? Эх, я-то думал, что гораздо больше собака сделает у нас, но нет. Так, новая область. Отлично. Так, и таверна у нас на 29%. И да, Мойра на самом деле довольно тоже сильно устала. Давай, наверное, отправим. Хотя тут уже конец хода у нас. Сейчас. Кстати, у нас дерева не так много осталось. Ладно. Давай его, наверное, вот так вот сделаем и посмотрим, что у нас будет сегодня. Ну вот и все. Мы принесли последние припасы с нашего старого дракара. Теперь нам придется делать все самим. Надеюсь, что мы разумно воспользовались тем, что у нас было. Но вдруг мы потратили все впустую. Вряд ли то, что мы сделали, окажется бесполезным. Давайте обсудим наши нужды. Нам нужно постоянно пополнять запасы древесины, чтобы продолжать заниматься строительством и чтобы поддерживать огонь. Именно. Не забывайте, что огонь нам жизненно необходим. И не только для того, чтобы согреваться, но и чтобы готовить еду, кипятить воду или много чего другого. А еще мы лишимся его. Если мы его лишимся, то зажечь новый будет довольно трудно. Нужно отыскать эти странные грибы, растущие на деревьях. Без них огонь не разжечь. Что еще нам нужно? Веревки для связывания. Да, и много. Это хороший задел для строительства. Еще нужно пополнять запасы еды, ведь те, что мы привезли с собой заканчиваются. Мы можем охотиться, ага, и рыбачить, а еще собирать фрукты, если будем знать, какие из них съедобные. С этим я могу помочь. Ну и конечно нам нужна вода. И немного целебных трав. Хоть болезни насылаются богами, мы можем чуть-чуть сопротивляться. Если мы продолжим исследование, я уверен, мы сможем найти еще больше ресурсов. Если мы сможем обеспечить себя самым необходимым, то сможем и выжить. И по-хорошему даже обосноваться. Не забывайте про дань бьерну. Мы должны работать вдвое больше, чтобы прокормить эту свинью, пока мы не сможем о нем позаботиться. Думаю, это случится очень-очень нескоро. Давайте просто сосредоточимся на работе. Отлично. Ух. Что он делает? Давай древесину? Сколько можно? Мужик, перестань. Зачем? Зачем нам столько древесины? Нельзя останавливаться. Они нуждаются во мне. Хааа. Очень тяжело дышит. Тор, дай мне сил. Хаа. Ну, что-то как-то ему уже не работает. Так, может, ты прекратишь? Пожалуйста. Эрик вновь ударяет топором и падает на землю. зараза. Мне идет кровь. Ты издеваешься, идиот! Идиот! Чем ты вообще занимался в лесу? Зачем? О, господи. Ладно. Давай тогда всех напоим водой, раз у нас есть такая возможность. Хоть и 75%, но с другой стороны это лучше, чем ничего. так, у двоих не сработало, у двоих не сработало, мать твою, какого хрена, ребята, что вообще? Ладно, давай тогда используем сушеное мясо, наконец-таки. отлично. Так, болезнь плюс 5, ранение плюс 3, отлично. Уныние плюс 5, вонючка убрано раздробленные пальцы тоже и убрана везучий депрессия тоже усталость минус 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 ну в целом день прошел не так плохо может показаться так давай тогда сразу прокипятим воду насколько мы сможем потому что сейчас у нас идет дождь я думаю так в принципе нам хватит так собака чем ты можешь заниматься вылечивает привязанность собаки уменьшает ранение подожди что значит песик карри поиск плюс 10 исследования плюс 10 охота плюс 10 и 15 процентов сопротивление унынию плюс 2 инициатива слушай ну очень даже неплохо либо можно было бы немного подождать и пускай бы он принес какой-то случайный предмет но там предметы так себе поэтому наверное лучше так принеси а кости суши да кости нам необходимо пускай она ищет кости отлично я не знаю почему я раньше этого не делал но ладно я думал что там требуется кости для того чтобы он искал что-то но нет так что мы можем сделать там идет прибавка к унынию к действиям которые прибавляют это уныние так что давай наверное поставим так 33 35 скайрик у нас этим занимается так что у него там за отрицательная черта была кровотечение мужик ты издеваешься серьезно вот что ты с собой мать твою делаешь а господи алана давай и используем бинты пожалуйста с работой черта излечена отлично смотри-ка можно было бы использовать орехи чтобы снизить усталость но пока что вроде бы ее не так много пускай он тогда работает так она у нас пускай занимается добычей воды мы в принципе могли бы сейчас потратить ресурсы на починку станка сейчас давай-ка посмотрим на него да у нас как раз таки есть камень давай хотя бы один раз его починим ну в общем да на большее я боюсь не стоит тратиться так кари у нас исследует у нее конечно есть усталость небольшая но она справится так и мойра у нас подустала но не сказать что прям сильно подустала слушай вообще можно было бы конечно на добычу древесины поставить женушку нашу раз у нас с деревом не все так гладко ну пускай наверно поработает а мойра у нас будет заниматься добычей воды хотя зачем спрашивается если сейчас стой и у нас строительство а нет нет все нормально тогда да да вроде бы меня все устраивает давай посмотрим что мы там новое нашли семья северян кажется мы можем их принять к себе с одной стороны конечно меня смущает то что у него деревянная нога я только сейчас это заметил но блин даже и не знаю может быть у них есть какие-то ресурсы они ими поделиться с нами давай попробуем кто с ними будет говорить давай наверное с ними будет говорить все наша жена остановись и скажи что тебе нужно я иду с миром смотри у нас нет оружия я не отберна откуда мне знать что ты не хочешь меня дурить без проблем если ты мне не веришь я просто вернусь в свой лагерь у тебя есть лагерь ты не одиночка мы разбили лагерь неподалеку отсюда у нас небольшая группа людей с добрыми намерения это наш шанс возьми нас с собой заткнись сельек я говорю из-за тебя нас всех убьют дело как знаешь нам проблемы не нужны мы пойдем за тобой в лагерь но ты будешь идти впереди на расстоянии моего молота так нам нужны его сильные руки да да давай наверное возьмем чем бы и нет нам не помешает любая помощь спасибо спасибо ворчит они молча идут за вами лишь ребенок начинает плакать в дороге теперь они часть вашей общины чтобы там ни было так что мы нашли союзничков так и тут есть затонувший драккар разобрать на древесину обыскать обломки подстрелить птицу я птицу тут не вижу одно да ладно а имеется ввиду вот это сверху которая я ее не сразу заметил но хорошо смотри 43 поиск у нашей женушки и в целом да я думаю этого наверное хватит да да я думаю хватит пускай она поищет вы подходите к обломкам еще что-нибудь полезное когда вы приходите вы понимаете что здесь гнездятся стервятники вы быстро крадете пару яиц больше ничего не можете сделать пока животное рядом ах надо было его сначала подстрелить так ладно давай подстрелим птицу но у карри почему-то показатель охоты не такой большой что довольно странно ну пускай наверно бьерн попробовать подстрелить вы замечаете жуткого стервятника сидящего на мачте корабля и охраняющего вам придется заставить птицу улететь так не знаю можно попробовать убить его 52 процента тут конечно может и не сработать но давай попробуем не получилось достаете лук прицеливайте жуткого стервятника стрела прилетает мимо и падает в мачту так минус 1 стрела пораженный падальщик крякает и начинает угрожающе нарезать над вами круги вы готовитесь склониться от его атаки вместо этого его тошнит на вас вы были к этому не готовы убегайте чувствуя настоящее отвращение к такому необычному защитному механизму вас уйдет немало времени чтобы отстирать эту мерзость от одежды ну что ж плюс 6 уныния у него 92 уныния господи мужик что с тобой вообще делать ладно пойдем лагерь лагерь пришли новые люди я понял понял мы посмотрим что они вообще из себя представляют о господи а жена кнута она заботится о своем маленьком сыне и всегда улыбается что у нее там за черты хилость ненавидит гулять упрямство и плачей младенец человек буфет зато она хорошо готовит нее до высокий показатель готовки довольно неплохой интеллект обаяние мудрость плюс она вроде бы неплохо собирает фрукты смотри отчаянная атака ободряющая речь живая приманка дурное поведение о боже и в общем она вешает на себя также так а вот и ее муж с деревянной ногой что у него там есть смелость 80 воу неплохо ремень так ненавидит ремесло импульсивный аристократия и протез слушай новую ловкость то есть ты можешь заниматься горным делом можешь отлично в принципе да да я думаю нам он подходит тогда если уж может заниматься горным делом то почему бы и нет так кстати а как у нее с рыболовством рыболовство 20 а ее мужа 24 ну можно сказать что они оба не подходят так скрытность плюс 10 но учитывая ребенка нет ты не подходишь отражение эффектов зов земли а садоводство плюс 10 либо лечение ну как у тебя вообще с лечением есть нет нет с лечением у нее все плохо давай тогда зов земли пускай она занимается садоводством да да неплохо будет у нас саду работать хотя если честно я бы ее поставил или на животноводство но у нее было всего лишь 28 поэтому пускай лучше собирает фрукты так и к сожалению у меня сейчас нету возможности их кормить какого чёрта я вообще их принял в отряд если я не могу их прокормить блин тут это же два рта которую надо как-то прокармливать о боже ребят кого-то из вас не придется поставить все-таки на рыбалку судя по всему плюс у них нет уныния это тоже конечно радует быстрое восстановление от болезни так амбициозный охотник за сокровищами слушай просто опыта поиск плюс сто процентов вау 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 просто но это неплохо конечно но у тебя он всего лишь 18 я вот даже не знаю стоит ли тебя конечно ставить но собирательство минус 50 процентов но у тебя и так на единичке мужик о боже мой слушай ну сто процентов роста опыта на поиск это это неплохо запас его воды ну нам сейчас как-то мы его некуда его ставить просто-напросто либо на воду либо ну тут непонятно что и у нас есть другие персонажи которых поиск куда выше поэтому может быть садовником вас дыхать пускай вместе вместе с женой и занимается садовничеством чем бы и нет господи я я явно что-то сделаю не так либо мы могли бы сделать все уменьшение болезни смотри то есть мудрость готовка протез сопротивление болезни стоит ли тебя брать вот я даже и не знаю либо пускай не вместе с женой занимаются садовничеством делают фруктовый сок суши но он звучит как что-то неплохое они вместе будут всегда чубы и нет уменьшение уныния так гадика что у тебя со способностями сосредоточения сушить его ремеслов 48 48 мать твою его можно прямо сейчас поставить на создание предмета ну-ка постой офигеть мужик ты же просто прирожденный строитель бы нет сам бьерн но я не знаю чем ему заняться мог бы попробовать добывать воду воду но конечно так куда поставить его жёнышку я даже и не знаю не стоит ли главное и и ставить потому что сейчас идет дождь тоже довольно опасный момент давай наверное все таки попробуем пропустить как-то это время потому что она мне кажется на всех дурно мы конечно можем так вот сделать они пускай и в убежище отдохнут да да в принципе неплохой такой размен так значит у нас надо поддерживать огонь плюс у нас конечно с едой не все так в порядке в идеале конечно было бы поставить на рыболовство кого-то проблема в том что некого ставить рыбалку так плюс там прибавляется уныние а это немного опасно сейчас для нас ну чтож блин конечно опасно но ладно давай рискнем смотрим что из этого вообще выйдет либо конечно мы могли бы отправиться например вот фруктовая роща сорвать фрукты так смотри то есть у нее скрытный 61 и собирательство 25 ну мы могли бы море сказать этим заняться она в принципе может справиться хотя и у карии такие же навыки ладно пускай затаится тогда почему у тебя охота такая низкая странно так ладно пускай тогда просто соберет фрукты вы срываете самые лучшие фрукты висящие с наружной части куста как вдруг замечаете что внутри него есть другие совсем не тронутые животными неплохо так просунуть руку вглубь куста пожалуйста пожалуйста есть сработало вы просовываете руку вглубь кустах чтобы сорвать самые пыльнувшиеся вам фрукты вам удается взять горсть но вы царапаетесь и колючки да мать твою нет о боже так ранение плюс 4 ну хорошо вроде бы не так все плохо можем конечно попробовать затаиться ну давай попробуем бьерн наверное справится я надеюсь кажется фрукты привлекают птиц возможно вам удастся воспользоваться и отловить одну на них себе на ужин либо же можно ограничиться мелкой дичью так охотиться на птиц пожалуйста сработай пожалуйста пожалуйста да ел как вы прячетесь в кустах в ожидании момента когда птица прилетает клевать фрукты пару часов спустя вы просовываетесь от пения просыпаетесь от пения птиц вы пытаетесь прицелиться но обнаруживаете что во сне сломали стрелу да уж неловко вышло мужик ты меня разочаровываешь ну по крайней мере усталости у него стало поменьше ладно о боже да это конечно что-то ладно ладно что ж будем тогда пропускать ход хотя у него усталость восстановилась но сейчас все так же идет дождь и я если честно боюсь что-то предпринимать так искалеченный воин к уменьшению болезни слушай ну мы действительно могли бы его поставить на садовничество пускай он бы собирал там фрукты вместе со своей женой хотя мы не смогли бы тогда прокармливать собаку прям совсем не могли бы так сейчас погоди-ка либо мы могли бы попробовать взять ему здоровье сколько у тебя здоровье вообще всего скажи-ка нам здоровье 16 при этом у него довольно неплохие боевые навыки правда у него есть конечно протез но в остальном он вроде бы неплохо так сражается даже не знаю стоит ли ему брать два здоровья мы действительно могли бы сделать из него воина смотри персонажа невозможно найти критический удар слушай ну давай действительно станет у нас воином может быть дальнейшим нам это как-то поможет надеюсь ну чтож давай посмотрим что у нас сейчас будет так он почти застроил таверну и у него прибавилась усталость так его жена добыла водички так отлично и собака нашла нам кости так что нам нашла карри так исследование плюс один она исследовала лес новая область так и мы нашли на свою задницу бой давай наверное отправим тогда нашего воина и что же у нас еще есть я бы мойру все-таки выставил хотя блин жалко тут нельзя посмотреть навыки ее мм кого же можно прокачать так ну давай наверное все-таки когда жену попробуем так хотя мы могли бы это это опыт или что это вообще показано я не понимаю мистик ладно давай возьмем мойру она вроде бы как давно уже опыт не получала у нас поэтому пускай она у нас будет в бою посмотрю кто нас против нас вышел о боже мой как их много так сколько тачку в действие 6 а смотри ты промахнулась как ты промахнулась так прицельный выстрел стойка для уклонения давай вот на этого повесим а зачем ты вперед двинулась я думал ты так ладно а они начали атаковать нашу карри здесь они все не начнут ее атаковать так повесили на моего мистика дебаф но часть из них больше промахнулась стрелав колено попал скотина ну ладно так боевый клич либо удар с разбега наверное мы начнем с удара разбега вот вот этого вот мимо да как мужик как ты издеваешься о боже ладно давай вот этого тогда да ты издеваешься как ты промахиваешься как а неожиданный удар так давай вот на него повесим снижение уклонения раз у нас такой хитрый ммм два на три один на три так инициатива минус три отлично я надеюсь что они хотя бы карри сейчас не начнут атаковать так прицельный выстрел давай на три урона так так отлично рубящий удар по мистику блиин пять урона пожалуйста только не надо ее атаковать они решили все таки ее забить так ну че-то как-то не похоже на то что мы выйдем из этой схватки нетронутыми да ё как ты промахиваешься мужик как просто как тебя хватает на это о господи ладно ммм смотри у нее семь очков действия давай тогда попробуем забить 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 вот это вот так мы сможем ну вообще стоит конечно ей отойти назад поэтому да ё-моё как 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 это все произошло ладно так прицельный выстрел следующий дождь и стрел угу понятно пожалуйста давай а нет он отразил он отразил стрела в колено ну хотя бы промахнулся так ну что рубящий удар пока 2 урона так атака берсерка давай попробуем 7 урона отлично может быть мы даже выйдем из этой схватки победителями страшное заклинание неожиданный удар неожиданный удар так что она может сделать так 2 ладно давай еще раз пожалуйста с работой неожидан хотя мы могли бы повесить на своих молитву богам но лучше все таки попробовать добить отлично 1 очка действия осталось так карри ты должна хоть что то сделать прошу тебя прицельный выстрел так ладно давай наверное сделаем сначала вот так вот следующий так так и потом мы можем попробовать сделать уклонение отлично отлично надеюсь этого хватит хотя чисто в теории он может попытаться добить мойру нет нет он в каре выстрелил отлично так нет пожалуйста попади да 6 урона отлично так может быть даже сейчас его добьем ура господи победа отлично сломана челюсть у карри сломана челюсть вы серьезно травма в головы о боже так ладно в следующий раз я прошло пять дней с тех пор как бьерна напал на лагерь и потребовал дань все нервничали в ожидании моэра никто не придет может быть нам повезло и они про нас забыли дождем еще немного прежде чем начинать радоваться замиранием сердца они молча ждали целый час как вдруг смотрите кто-то идет они увидели грязного мужика верхом на осле медленно приблигая приближающего к лагерю осел вез тяжелые кордины и от этого шел медленнее чем можно было бы себе представить мужчина на осле был одет казалось бы в дорогую линую одежду но испачканную в грязи не издающую злованный запах иду иду поздоровайтесь с вашим новым лучшим другом меня зовут элов мои маленькие пони другом маленькие пони что язык проглотили или бьерн вам его отрезал иду он долго смеялся над собственной шуткой едва не поперхнувшись а вы такие смешные я думаю мы поладим птички мои ну что ж хорош хорошо по маленькому такс что что же мне сказал хозяин 15 дерева так ведь ланика давайте его сюда я нет дадим дар нашему дорогому хозяину бьерну забудет благословенно имя мы мы хотим 8 питьевой воды через 7 дней ни больше ни меньше он прокашлял но не забудьте про мою долю прощайте мои маленькие пони может быть больше и не увидимся ха-ха-ха и затем он медленно отправлялся в сторону леса откуда он приехал вы прекрасно слышите как он пердит вдалеке весь этот мужик ненавижу его вонь пони ха-ха да ну что ж пускай собака у нас наверное все так же принесет нам косточку так и скормим наверное ей ужасное блюдо кажется оно ей понравилось ха-ха о господи оооо я живодер серьезно так давай наверное женушку отправим лагерь н Hendel д вас смотри сломана челюсть конечно это не очень хорошо безвоживания один день зов привлекательности бояния плюс 10 хорошо подожди разве я тебе брал обаяние а да точно так и у мойры травма головы это не очень хорошо это прям очень и очень хорошо давай ка попробуем все-таки снять эту травму головы если конечно получится тебя судя по всему надолго ну-ка ужасные шрама 25 процентов вылечится используя предмет или медицинскую палатку суши ну там вряд ли конечно у нас получится вылечиться но мне кажется это лучше чем ничего ну давай попробуем черта излечена серьезно ты издеваешься или или нет не сработало нет не сработало понятно ладно ребят на этом наверно будем заканчивать всем спасибо кто смотрел ставьте лайки подписывайтесь и да пока пока до скорого